Уважаемые коллеги, добрый день! Продолжаем нашу дискуссию. Следующая тематика посвящена постэкступционной дисфагии или дисфагии, приобретенной варит. Каждый раз, когда я готовлюсь к обсуждению какой-либо темы, я всегда задаю себе вопрос, актуальна ли она или нет. И обращаюсь к анализу литературы, доступной обычно это и русскоязычная, и англоязычная литература. Так вот, что касается дисфагии. Большое количество статей, причем опубликованных в последние несколько лет, посвящены этой тематике. Вот я привожу одну из них. Оказывается, что у 3% госпитализированных больных в возрасте 45-90 лет диагностируется дисфагия. То есть это явление нередкое. Кроме того, расходы на лечение больных с дисфагией в среднем на 6 тысяч долларов выше, чем лечение пациентов без дисфагии. И дисфагия ассоциирована с увеличением длительности госпитализации и вероятностью летального исхода. Таким образом, дисфагия является не только медицинской проблемой, но и экономической. Развитие дисфагии осложняет течение целого ряда заболеваний и, естественно, увеличивает нагрузку на здравоохранение. Ну, что касается определения дисфагии, вот классическое определение. Дисфагия происходит от греческого слова. Это нарушение функции глотания, трудности или дискомфорт при продвижении пищевого комка от ротовой полости до желудка, возникающие вследствие нарушения пассажа пищи из ротовой полости в желудок. Вот еще одно определение. Это определение Всемирной организации гастроэнтерологов. Они определяют дисфагию как ощущение препятствия нормальному продвижению проглоченной пищи. Ну, первое определение, мне кажется, все-таки более, как бы сказать, жизненное, больше подходит для анестезиологов, реаниматологов. Надо отдать должное, что глотание – это достаточно сложный процесс. Он координируется мозгом. Это целая сеть последовательных произвольных и непроизвольных движений, которые обеспечивают при движении содержимого полости рта через глотку в пищевод и желудок. В акте глотания участвуют 50 мышц, 6 черепно-мозговых нервов и, соответственно, 3 верхних шейных нерва. Поэтому патогенез дисфагии достаточно сложен. И, естественно, поражение может случаться на различным уровням, и, соответственно, клиникам может отличаться в зависимости от вида дисфагии. Ну, в обычном состоянии человек в области глотает более одного раза в минуту. Во время приема пищи частота глотания увеличивается до 5 раз в минуту. Во время сна она выряжается, и общая частота глотания достаточно большая, она отварьирует от 200 до 1000 в сутки. И, естественно, этот процесс может нарушаться и приводить к целому ряду осложнений. Естественно, для анестезиолога или аниматолога очень важным является разделение дыхательных путей, пищеварительных путей, и чтобы при акте глотания соответственно содержимое полости рта очень важно, чтобы не попадало в дыхательные пути и не возникало никаких воспалительных процессов. Вот стадии или фазы акта глотания представлены на этом слайде. Это ротовая или оральная стадия, глотчная или фарингеальная, и, соответственно, пищеводная. На рисунке представлены схематично вот стадии глотания. На рисунке 1 это подготовка пищи, дальше идет оральная стадия, 3-5 рисунки, это фарингеальная стадия, и, соответственно, пищеводная. Вот на этом слайде, может быть, более, как бы сказать, это наглядно. Во время оральной фазы язык прижимает болюс пищи к твердому небу, и, соответственно, пища продвигается в глотку. Далее гортаник закрыт, пищеводный сфинкер раскрыт, и болюс продвигается в пищевод. Ну и на пищеводной стадии, соответственно, верхний пищеводный сфинкер закрыт, болюс продвигается далее в пищевод и желудок. Ну, что важно для анестезиологов и аниматологов? Важна именно аспирация, когда у нас не происходит разобщения дыхательных и пищеварительных путей, и, соответственно, слюна или пища попадает в дыхательные пути, вызывая неблагоприятные реакции. Традиционно выделяют две виды дисфагии, вот ротоглоточную, орофарингеальную или пищеводную. Ну, нам все-таки более важна именно ротоглоточная, ротоглоточный вид дисфагии. Вот мы здесь видим четыре вида дисфагии, которые чаще всего встречаются в клинической практике. Ну, первая – это нейрогенная или двигательная дисфагия. Вот с ней-то мы и сталкиваемся в отделениях реанимации интенсивной терапии. Она наблюдается при поражении нервной системы и мышц, участвующих в глотании. Возникает при нарушении функции первого и или второго мотонерона, базальных ганглиев, нервно-мышечных синапсов или самого мышечного аппарата. Следующий вид дисфагии – это органическая или механическая дисфагия. Она чаще всего связана, что-таки, с различными анатомическими изменениями, которые возникают в процессе того или иного заболевания. Соответственно, психогенная или поведенческая дисфагия, она связана больше, как бы сказать, с различными фагиями, страхами и психиатрическими нарушениями. Ну, и нейтрогенная дисфагия, которую выделяют, ее связывают именно с хирургическим вмешательством или проведением лучевой терапии или химиотерапии, расценивая ее как побочные эффекты того или иного вида лечения. Естественно, слово «этрогиния» здесь применено в такой условной форме, потому что без лечения пациент обойтись не может. Это как осложнение того или иного вида лечения. Ну, статистика. Статистика достаточно, как бы сказать, характерная. Дисфагии встречаются у одного из 17 пациентов на протяжении всей жизни. И вот ежегодные затраты на лечение дисфагии в США достигают 10 миллиардов долларов. То есть суммы внушительные. Вот еще статистика. Авторы задались вопросом, а как часто встречается дисфагия? И авторы считают, вот это исследование, это систематический обзор и метаанализ, они считают, что дисфагия у лиц пожилого и старшего возраста – недооцененная проблема, ее частота занижена из-за использования невалидированных методов диагностики. То есть авторы говорят, что в диагностике дисфагии используются различные подходы. И вот использование невалидированных методов приводит к тому, что ее не диагностируют, соответственно, не лечат и возникает осложнение. Истинными цифрами они считают у лиц пожилого и старшего возраста – это 30-33%, а, соответственно, у тех пациентов, которые госпитализированы, или пациентов, которые находятся в домах длительного ухода, она превышает 50% от всего контингента. То есть цифры очень внушительные. Естественно, у пожилых пациентов дисфагия встречается чаще, чем у более молодых. Не стоит забывать о том, что в отделениях реанимации интенсивной терапии превалируют люди старше 65 лет. Количество таких пациентов неуклонно увеличивается, причем очень много пациентов старше 80 лет, поэтому врач-анестезиолог-реаниматолог очень часто сталкиваются с дисфагией в условиях реанимационного отделения. С одной стороны туда уже поступают пациенты с дисфагией, с другой стороны дисфагия может сформироваться в процессе оказания пациенту медицинской помощи. Ну вот наиболее часто дисфагию мы диагностируем у неврологических больных. Вот, соответственно, мы уделяем ей больше внимания, они имеются больше сведений, больше публикаций. Естественно, острое нарушение мозгового кровообращения часто ассоциировано с развитием дисфагии. Она диагностируется у 25-65% пациентов, и из них у 50% развивается аспирация, а у 33% – аспирационная пневмония. То есть здесь мы видим такой типичный пример, чем опасна дисфагия. Встречается часто и, кроме того, является причиной вот этой нозокамиальной инфекции в связи с аспирацией. Также дисфагия встречается при черепно-мозговой травме, при хронических заболеваниях, таких как деменция, болезнь Паркинсона, различные нейродегидративные заболевания, естественно, это опухоли, центральная нервная система, ну, впрочем, существуют и другие причины. В 2013 году была опубликована статья, которая, ну, радикально изменила наше представление или отношение к дисфагии. Авторы вот ввели такой новый термин – это расстройство глотания, приобретенное в отделении интенсивной терапии. Ну, можно сказать, что они конкретизировали то, что было уже очень хорошо известно, о чем мы, собственно говоря, думали и с чем сталкивались. Ну, на самом деле, первая работа, посвященная дисфагию больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии, была опубликована еще в начале 90-х. Вот классическое исследование, в которое было включено некоторое количество пациентов. Предметом изучения были пациенты, которые находились на искусственной вентиляции легких, более 20 часов, соответственно, у них была интубирована трахея. И, соответственно, их сравнили с пациентами, которым не требовалась искусственная вентиляция легких, соответственно, они не находились, им не интубировали трахею. Процесс глотания, вот после экстубации, оценивали на основе электромиограммы дна ротовой полости, после инсталляции одного миллилитра физиологического раствора. Оказалось, что у тех пациентов, которые находились на искусственной вентиляции легких и были экстубированы, наблюдали задержку глотания. И вот авторы сделали вывод, что интубация трахея ухудшает глотательный рефлекс. Собственно говоря, это не было удивительным, потому что действительно интубационная трубка, она раздражает слизистую, она может повредить, как бы сказать, ткани, и, соответственно, она является причиной целого ряда нарушений. В настоящий момент в нашу практику плотно вошел термин постэкстубационная дисфагия. По сути дела, это старое, знакомое в новом обличье. Мы называем несколько иными, как бы сказать, словами, но, тем не менее, это та же самая дисфагия, но применительно к больным именно радиационного профиля. Кроме того, имеется вот такой термин, как дисфагия бездействия. Это нарушение механизма глотания во время нахождения интубационной трубки в трахеи. Мне этот термин сразу скажут, что он не нравится, потому что непонятно, кто бездействует пациента или доктор не оказывает помощь. Поэтому мне больше нравится термин дисфагия, приобретенный аварий. То есть он отражает суть происходящего с пациентом. Ну вот у нас есть рекомендации клинические, которые были написаны совместно анестезиологами-реаниматологами и врачами-реабилитологами. Они были опубликованы в 2022 году. И терминология в Российской Федерации в этих рекомендациях, как бы сказать, освещена с точки зрения специалистов. И считается, что у пациентов с трахеопищеводным разобщением это трахеальная конюля и носогастральный зонд при выявлении признаков дисфагии используют термин постэкстабационная дисфагия или дисфагия, приобретенная аварий. Ну, собственно говоря, вот об этих терминах я уже говорил. Они в России прижились. Наверное, их стоит употреблять при характеристике нарушений у больных реанимационного профиля. Ну, каковы современные тенденции в отношении дисфагии? Ну, ранее диагноз дисфагии ставили больным, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения. Это преимущественно. Сейчас, в связи с большой распространенностью, дисфагию диагностируют у больных, перенесших инвазивную искусственную вентиляцию легких, как правило, более 48 часов. Ну, наверное, она не стала более распространенной, эта дисфагия. Просто мы стали обращать на нее внимание, стали чаще диагностировать и стали чаще лечить по той простой причине, что она вызывала различные осложнения. Ну, вот недавно мы опубликовали статью. Она была написана во время эпидемии новой коронавирусной инфекции, когда увеличилось количество пациентов, которые в длительное время находились на инвазивной искусственной вентиляции легких. И в этой статье мы осразили свою точку зрения, что проблеме дисфагии у больных, перенесших искусственную вентиляцию легких, не уделяется должного внимания. И часто этот диагноз не звучит в истории болезни. Отсутствие статистики этого состояния связано в том числе и с тем, что для точной диагностики необходима консультация логопеда и от ириноларинголога, что не всегда возможно. Да, действительно, не всегда у нас в реанимации есть возможность посоветоваться с лор-врачом или пригласить логопеда. Скорее всего, эти врачи присутствуют в сосудистых центрах, а вот в общих реанимациях консультацию этих специалистов получить достаточно сложно. Поэтому не всегда мы и ставим этот диагноз дисфагии, часто сталкиваемся уже с последствиями дисфагии. Ну вот какова статистика? Вот я привожу несколько работ. Статистика показывает достаточно большой разброс данных. Вот в первой работе написано, что дисфагии встречаются у 3-62% больных, находящихся на искусственной вентиляции лёгких более 5 суток. Вторая работа утверждает, что дисфагии встречаются у 84% больных на искусственной вентиляции лёгких. А вот независимый фактор рисков возникновения это искусственная вентиляция лёгких более 7 суток. Ну и третья работа сообщает нам о том, что встречаются дисфагии у 29% больных, находившихся на искусственной Все это связано с тем, что у нас до сих пор нет валидных методов диагностики дисфагии, и каждый использует свои подходы. И вот эта проблема была проанализирована в недавно появившейся публикации, это систематический обзор и метаанализ. Авторы говорят, что причина публикации – значительная вариабельность встречаемости дисфагии. Авторы утверждают, что по данным различных авторов она варьирует от 3 до 62% случаев в больных в критических стояниях. Было проанализировано 38 рандомизированных клинических исследований, и было установлено, что постоксубационная дисфагия встречается у 41% больных в критических стояниях. Из них у 36% случаев наблюдается тихая аспирация, которую мы не диагностируем, но которая, тем не менее, приносит нам очень много бед, являясь одним из источников возникновения мозукомиальной пневмонии. Вот, наверное, на эти цифры нам стоит ориентироваться, это такие усредненные цифры, наверное, они соответствуют действительности. Авторы делают следующие выводы, что постоксубационная дисфагия широко распространена у больных в критических состояниях, но ей не уделяются должного внимания. Кроме того, наличие большого числа тихой аспирации требует изучения и своевременной диагностики этого состояния. Ну, на мой взгляд, не согласиться с авторами нельзя, то есть мы должны уделять этой проблеме больше внимания. Ну, патогенез дисфагии достаточно сложен, здесь участвует несколько механизмов, которые представлены на следующем слайде. Ну, самый первый механизм, который напрашивается, это действительно механическое повреждение, вызванное установкой эндотрихиальной или трахеостомической трубки. Да, безусловно, есть давление на ткани, да, безусловно, есть воспалительный процесс, некроз каких-то клеток, и все это является одним из компонентов возникновения дисфагии. Следующий механизм – это полинэромиопатия критических состояний. С этим состоянием мы достаточно хорошо знакомы. Мы часто его диагностируем при трудностях отлучения больного от искусственной вентиляции легких. И, естественно, полинэромиопатия является одним из компонентов возникновения дисфагии в больных критических состояниях. Далее идет снижение центральной функции гортани, да, безусловно, рецепторы повреждаются, в том числе и за счет воспаления. Не исключено, в общем-то, нарушение чувствительности центрального генеза, в том числе и при возникновении каких-то ишемических или геморрагических нарушений в центральной нервной системе. Важная роль отводится к гастроэзофагальному рефлексу, да, действительно есть заброс, который тоже способствует возникновению дисфагии. Ну и, опять же, уделяется внимание синхроэнии актов дыхания и глотания, когда у нас во время глотания не происходит закрытие надгортанника. Поэтому патогены сложны, здесь может быть не описано остаточное действие мышечных релаксантов, не описаны изменения, которые возникают при гипергликемии у больных с сахарным диабетом, но здесь представлены в основном механизмы, которые чаще всего встречаются. Ну, еще раз вот я возвращаюсь к этому слайду, который мы видели в начале лекции, мы видим, что акт глотания достаточно сложный процесс, много мышц участвует, много участвует нервов, соответственно, патогенез дисфагии включает различные механизмы ее развития, поэтому нам приходится сталкиваться с последствиями, и не на все звенья патогенеза мы можем воздействовать. Факторы риска развития дисфагии и скрининг. Ну, естественно, мы должны себе представлять, у каких пациентов чаще возникает дисфагия, соответственно, мы должны, как бы сказать, проводить скрининг на вероятность развития дисфагии. Вот было обследовано 993 пациента, которые находились в отделении реанимации и интенсивной терапии, и было установлено, что факторами риска развития дисфагии является наличие неврологических заболеваний, экстренная госпитализация, длительная искусственная вентиляция легких. По результатам этого исследования был сделан вывод, что все пациенты на искусственной вентиляции легких должны проходить скрининг на дисфагию. Но согласитесь, что это положение, наверное, очень трудно реализуемо. Навряд ли у анестезиолога или аниматолога будет время проводить скрининг всех пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. Ну, а помощников у него не так много, как нам хотелось бы. Вот еще одна точка зрения по поводу скрининга дисфагии. Авторы тестировали на дисфагию всех пациентов сразу после экстубации. Это один подход. Второй подход, что тестирование на дисфагию необходимо проводить в более позднее время. Ну, естественно, это вот такие диаметрально противоположные точки зрения. На самом деле проблема пока еще не решена, не установлены точные сроки, когда необходимо проводить скрининг на дисфагию. Вот этот подход, он очень интересен и привлекательен, потому что здесь участвуют не только врачи, но и средний медицинский персонал. И, наверное, вот такой подход, он является более оптимальным в настоящее время. Вот авторы проводили скрининг в два этапа. Первый этап включал скрининг на дисфагию через несколько часов после экстубации трахеи и проводил его средний медицинский персонал, который прошел специальную подготовку. И вот когда этот средний медицинский персонал выявлял какие-то сомнительные симптомы, которые свидетельствовали, могли свидетельствовать возникновение дисфагии, вот тогда уже проводилась видеоларингоскопия на втором этапе этим пациентам, и уже диагноз дисфагии устанавливался или отвергался. На самом деле золотым стандартом диагностики дисфагии является видеоларингоскопия. Это такое положение есть, наверное, на сегодняшний момент. Но вместе с тем в публикациях прослеживается такая точка зрения, что, в общем, необходимо создать такой международный консенсус по диагностике дисфагии именно в больных в критических состояниях и выработать алгоритмы лечения. Потому что, конечно, много работы, много, как бы сказать, диагностических подходов используется у неврологических пациентов, но вот у больных в критических состояниях до сих пор консенсуса не разработано. Вот еще очень одна интересная работа, которая подчеркивает важность дисфагии и, соответственно, подчеркивает важность, в общем, проведения скрининга. Вот авторы оценили результаты внедрения скрининга у больных от длини реанимации и интенсивной терапии. При выявлении симптомов постэкстабляционной дисфагии пациентов направляли к логопеду. Но включили сюда только тех пациентов, которые находились на искусственной вентиляции более трех суток. Оказалось, что внедрение такой программы приведения скрининга и консультации логопеда приводило к снижению числа случаев нозокомиальной пневмонии и летальных исходов, а также увеличению числа больных, питающихся через рот на момент выписки. Ну, на мой взгляд, результат впечатляющий этой работы, потому что действительно она имеет такой большой практический выход. Скрининг. Далее при выявлении факторов риска зовут логопеда и посмотрите и медицинская, и экономическая выгода. То есть снижается количество мазокомиальных пневмоний, соответственно, снижается количество летальных исходов, уменьшается количество пациентов, которые находятся на парентеральном питании или на зомбовом питании, всех переводят на питание ПРОС. Так что вот эта программа действительно, она, в общем, такая позитивная, на нее нужно ориентироваться. Ну, что касается методов диагностики дисфагии, приобретенной в АРИ, то их гигантское количество. Опять повторюсь о том, что у нас окончательного консенсуса нет, который бы четко регламентировал, как нам себя вести. Ну, во многом это связано с тем, что существуют опросники, которые, в общем, переводятся на несколько языков, и вот при дисфагии очень важны именно такие, как бы сказать, ментальные понятия, мы должны понять, что нам человек отвечает, и как проверить, ну, и о том, что он ответит, во многом зависит от того, как мы сформулируем вопрос. Ну, на самом деле сборы анамнеза и клинические наблюдения – это основа. Мы заподозриваем дисфагию часто у пациентов, когда у них возникает кашель при приеме пищи, особенно когда пациент, допустим, только пьет жидкость, у него же кашель возникает, или наоборот, когда ест твердую пищу, кашля нет, а вот когда пьет жидкость, то кашля возникает. Это очень подозрительно. Почему? Потому что это один из симптомов дисфагии. И мы можем заметить, что пациенты начинают отказываться от пищи, потому что им трудно ее принимать, они начинают худеть, они начинают дегидратироваться, и связано это не с тем, что им не хочется пить и есть, и связано это не с какими-то нарушениями центральной нервной системы, это связано только с тем, что он испытывает крайне неприятные ощущения, когда начинает принимать пищу, у него возникают вот такие, как бы сказать, позывы на рвоту, иногда кашель возникает, иногда какой-то обильный слюнотечение, и в общем он не получает удовольствия от приема пищи и старается это избегать. Соответственно, когда мы вот заподозрили такую симптоматику, мы должны пригласить на консультацию невролога, логопеда, вор, потому что это может быть связано как с неврологической патологией, так вот и с нашей, как бы сказать, реабилитационной патологией, в частности с постапсоксионной дисфагией. Ну, далее используются опросники, вот один из этих известных, как бы соседнийский опросник, там достаточно все просто, он переведен и валидирован на нескольких языках, соответственно, мы можем все это выразить в баллах и установить, есть у человека дисфагия или нет. Кроме того, при длительно протекающей дисфагии мы можем оценить качество жизни с помощью специального опросника, он тоже подробно, как бы сказать, позволяет судить, как вот человек переносит эту дисфагию, каковы результаты лечения. Ну, далее идут скрининги и основанные на пробах, тестах. Самый простой тест с водой, там несколько модификаций, или трехгладковые пробы, или пациент заставляет выпить определенное количество воды, смотрит, за сколько минут он сможет это выпить, или за сколько секунд, и как он на эту воду реагирует. Ну, это достаточно простой, ну, впрочем, и надежный тест, который позволяет заподозрить дисфагию. Следующий тест, это так называемый VST-тест, который связан с изменением вязкости пищи. И здесь он, собственно говоря, является не только диагностическим, ну, наверное, в какой-то степени и лечебным. Почему? Потому что пациент предлагает пищу с измененной вязкостью, и по реакции на эту пищу, с одной стороны, ставит диагноз, а с другой стороны, определяет, какую пищу он может принимать. Чуть позже мы его более подробно рассмотрим. Далее идет тест, который используется не очень часто, но он очень, как бы сказать, интересен. Вот, это такой, как бы сказать, тест инвазивный. То есть, с одной стороны, пациенту нагнетают воздух в область глотки, и, соответственно, смотрят, как он реагирует, определяя чувствительность. Потом человеку дают выпить краситель специальный, пищевой, и, соответственно, смотрят, как прокрашиваются ткани, как он движется. То есть, мы здесь можем оценить анатомическую, такую, как бы сказать, физиологическую часть актов глотания. Ну, нам ближе, наверное, видео ларингоскопия. Это фиброоптическая доскопическая оценка глотания на фоне приема пищи. Здесь мы уже можем смотреть, как проходит пища, и, соответственно, куда эта пища попадает. Ну, и видеофлороскопия. Ларингоскопия – это один из таких надежных методов. У него есть название «модифицированный барий глоток». Опять же, мы можем смотреть прохождение пищи в режиме реального времени, ну, в виде, естественно, этой пищи в виде бария, и куда она попадает. Это очень важный, как бы сказать, момент. Вот мы должны обратиться сейчас к терминологии, которая у нас подробно изложена в клинических рекомендациях, посвященных дисфагии. И вот прежде всего мы обращаем, что скрининг дисфагии основан на кашлевом рефлексе. Об этом мы уже говорили. Если это произвольный кашель или это рефлекторный кашель на приеме пищи, это очень важно. Потому что в произвольной кашле мы можем создать какую-то воспалительную реакцию, а вот рефлекторный кашель во время приема пищи уже позволяет заподозрить вот как раз эту постукционную дисфагию. Далее есть понятие «пенетрация», тоже очень важно. для дисфагии, если пациент дышит, когда и во время дыхания и глотания, собственно говоря, с током воздуха материал продвигается по ротоглотке. И вот о пенетрации мы говорим, когда он останавливается на уровне голосовых связок. Если же тест-материал проникает ниже истинных голосовых связок, то мы ведем уже речь об аспирации. И вот здесь мы уже сталкиваемся с клиникой, когда возникает кашель, одышка, боли в груди и свистящее дыхание, возможно, тошнота и рвота. Но, естественно, при приведении пульсоксиметрии на фоне вот всей этой симптоматики у нас снижается насыщение артериальной крови. То есть, конечно, пенетрация – это более мягкое, как бы сказать, понятие, чем аспирация. Ну и вот опять же мы возвращаемся к тихой аспирации. Это аспирация без явных клинических проявлений. Она диагностируется с помощью методов эндоскопии или по последующему развитию воспаления. Ну, соответственно, когда развивается воспаление, то ее уже поздно диагностировать, ее уже нужно лечить. Поэтому-то и предлагается проводить скрининг и приглашать специалиста лор, который бы мог оценить глотание и, соответственно, посмотреть, куда же все-таки эта пища попадает. Вот мы видим этот тест, который часто используется у постели пациента, когда пациенту врач-логопед или лор дает различное количество пищи с разной вязкостью. Это пудинг, кисель, сироп, вода. И, соответственно, оценивать, сможет пациент проглотить эту пищу или нет. И какие при этом бывают изменения. Что изменяется голос, возникает каша, снижается сатурация. В зависимости от этой симптоматики мы определяем тот продукт, который пациент может принимать, ну, так, без последствий. Вот главный принцип теста, чем гуще продукт, тем легче его проглотить. И вот текстура, при которой у пациента нет признаков дисфагии, признается оптимальной для питания. Поэтому здесь нужно соблюдать определенную последовательность. Естественно, мы начинаем с более, как бы сказать, вязкого продукта. И останавливаться, когда у пациента появляется клиническая симптоматика, определяя вот ту густоту продукта, которая приемлема для конкретного человека. Ну, вот опять шкала, которая используется, наверное, наиболее известная. Это шкала пенетрации аспирации по критериям Розенберг. Она была опубликована еще в 96-м году. Соответственно, она имеет 8 градаций. И описание состояния дыхательных путей, гортани и трахеи. Попадает пища в дыхательные пути или, как бы сказать, она не попадает. Вот это все зависит именно от выраженности дисфагии. Вот еще одна, так называемая, федеральная эндоскопическая шкала оценки дисфагии. Но она, опять же, является, как бы сказать, не только диагностической, не только шкалой оценки тяжести дисфагии, но и в какой-то степени лечебной. То есть мы здесь определяем тот тип нутративной поддержки, который подходит для конкретного пациента. Ну и вот при объединении этих шкал мы можем определить тяжесть дисфагии в зависимости от того, какое количество баллов набрал пациент по той или иной шкале. Ну, что касается клинического значения дисфагии, естественно, наши врачи интересуют не только патогенную сну, прежде всего клиника и как нам пациента лечить. Поэтому клиническое значение дисфагии заключается, прежде всего, в повышении риска аспирации и возникновении пневмонии. Особенно это страшно при тихой аспирации, когда мы ее не диагностируем, а диагностируем уже мозокомиальную пневмонию, которая притекает достаточно тяжело. Далее мы при дисфагии сталкиваемся с задержкой, с возобновлением энтерального питания. В результате пациент не доедает, у него развивается белково-энергетическая недостаточность, но раньше, наверное, развивается дегидратация со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно, увеличивается длительность госпитализации в отделении реанимации интенсивной терапии, пациенты дольше проводят время в стационаре, увеличивается количество число осложнений и количество летальных исходов, увеличивается стоимость лечения, ну и, кроме того, снижается качество жизни. Когда человек не может нормально есть, он не может себя чувствовать хорошо, даже с психологической точки зрения, потому что возникновение кашля, каких-то неприятных симптомов, шлюнотечения, поперхивания, рвота, естественно, пациента смущает, он не может посещать какие-то компании и замыкается в себе вплоть до развития когнитивных нарушений. Ну вот здесь вот схематично мы видим последствия дисфагии, снижение потребления пищи и жидкости приводит к недостаточности питания и дегенератации и в конечном итоге к ухудшению результатов лечения пациентов. То же самое наступает при аспирации, возникают инфекции, пневмонии, ну и опять же увеличиваются сроки госпитализации, уделяется тяжесть состояния пациента и ухудшаются результаты лечения в целом. Ну, как связана дисфагия с летальными исходами, с осложнениями, наглядно показано вот в этой работе. Вы видите, что в это исследование было включено 446 больных. Сразу оговоримся, что больных с острым нарушением мозгового кровообращения и исхода нервно-мышечными заболеваниями здесь не было. Этим пациентам проводили искусственную вентиляцию легких и, соответственно, авторы выявили дисфагию 84% больных. Ну, дисфагия разделялась на легкую, умеренную и тяжелую, и, соответственно, участия пациентов в дисфагии не было. В не было, оказывается, всего 16%. Авторы пришли к выводу, что независимый фактор риска возникновения дисфагии это искусственная вентиляция легких более 7 суток. Кроме того, они заметили, что чем выраженнее дисфагия, тем хуже результаты лечения, тем чаще возникает пневмония, тем чаще возникает потребность в реинтубации, и, соответственно, тем чаще возникают летальные исходы. Поэтому дисфагию нужно профилактировать, дисфагию нужно диагностировать, дисфагию нужно лечить. Вот еще одна, как бы сказать, очень интересная работа. Здесь исследовали отдаленные результаты. Авторы обследовали 115 больных с острым респираторным дистресс-синдромом, использовали так называемый вот этот сиднейский опровосник. Оказалось, что на момент выписки стационара дисфагия была у 32% больных. Из них у 23% потребовалось 6-месячное лечение и реабилитация. А через 5 лет уже ни у одного пациента не было явления дисфагии. То есть, с одной стороны, если лечить, мы можем получить позитивный результат. С другой стороны, практически у третьих пациентов на момент вывески были проблемы с дисфагией, которые могли в дальнейшем, как бы сказать, привести к белково-энергетической недостаточности, они могли привести к развитию каких-то воспалительных заболеваний. То есть, таких пациентов нельзя было отпускать, не проведя им реабилитационные мероприятия. Ну и вот суммируя, как бы сказать, эти результаты, можно сделать вывод, что дисфагия ассоциируем с структивной недостаточностью и развитие водно-электролитных нарушений. У пациента появляется отвращение к еде, связанное с кашлем, удушьем, усталостью при глотании. И также пациенты имеют достаточно низкую комплоентность к модифицированной диете. То есть, эта проблема достаточно большая. Пациент после, как бы сказать, перевода из отделения реанимации, или после того, как он приходит в сознание, он считает, что он должен питаться, как питался до болезни. Но он сталкивается с проблемой. И вот это слово «отвращение» у меня взято в кавычки, потому что у него возникает не отвращение к еде, а именно к процессу принятия пищи у него возникает, как бы сказать, негативная реакция. Почему? Потому что прием пищи сопровождается с крайне неприятными, как бы сказать, ощущениями. Вплоть до удушья, вплоть до возникновения рвоты. Естественно, есть нарушение глотания, возникает кашек, следы на течении. И поэтому пациенты, ну вот, не очень хорошо сотрудничают с врачами. Поэтому им с ними нужно работать, им нужно объяснять, проводить психотерапевтические какие-то мероприятия, рассказывать, что же может, с чем мы можем им помочь. Вот еще одно очень интересное исследование, опубликованное в 1922 году. Мы видим, что в это исследование было включено 933 пациента. И здесь была проанализирована летальность у пациентов с дисфагией и без дисфагии. Мы видим, что как полугодовая, так и годовая летальность в группе с дисфагией была выше практически там в два раза. И вот на этом слайде мы видим, что у пациентов с дисфагией в течение длительного времени, и в течение длительного времени была более высокая летальность. Ну, это лично раз подчеркивает важность этой проблемы. Естественно, мы не можем обойти тематику новой коронавирусной инфекции COVID-19. Работ много. Работы подтверждают, что дисфагия встречала часто. Ну, объяснение этому достаточно простое. Многие пациенты находились на искусственной вентиляции легких. Авторы считали, что постакституционная дисфагия у больных COVID-19 была выше, чем до вот этого заболевания. Но вместе с тем скорость регрессии симптомов дисфагии и полное выздоровление встречалась именно при COVID-19 чаще, чем при других нозологиях. Ну, возможно, это было связано с тем, что внимание к этой проблеме уже было приковано на основании предшествующих работ. Ну, если обратиться к нашим клиническим рекомендациям, прежде всего, это клинические рекомендации Европейского общества клинического питания и метаболизма, то мы видим, что рекомендации 41 и 42 содержат следующие положения. Больным в дисфагии целесообразно означать пищу с измененной вязкостью. То есть здесь акцентируется внимание на то, что они должны получать необычную пищу, а пища должна быть модифицирована с учетом, как бы сказать, выраженности дисфагии. Кроме того, при высоком риске аспирации необходимо рассмотреть проведение постпиларического зонбового питания или коронтерального питания. Это личный раз подчеркивает, что дисфагию нужно лечить, и что нелеченная дисфагия приводит к серьезным осложнениям, поэтому, если мы не смогли с ней справиться, нужно рассматривать вариант другого вида нутритивной поддержки. Вот такой фундаментальной работе, посвященной дисфагии в отделении реанимации и интенсивной терапии, опубликованной в 2019 году, есть основные положения по лечению дисфагии. Прежде всего, это изменение консистенции пищи. Второе – это переобучение глотанию с приглашением логопеда. Ну и третий пункт – это нормальная стимуляция. Надо отдать должное, что последнему пункту посвящено ограниченное количество работ и доказательная база сомнительная. То есть, наверное, все-таки такой подход остается пока еще на уровне клинических исследований, и никаких жестких рекомендаций у нас пока по этому поводу нет. Ну вот, лечение дисфагии подразумевает, как бы сказать, два подхода. Первый – это модификация, такой термин введен, это изменение консистенции пищевых продуктов и жидкостей, и второй – это так называемая компенсация. Это тренировочная стратегия для смягчения или устранения аспирации с помощью постуральных изменений или последовательных упражнений для глотания. Ну, мы чаще всего это называем вот переобучение глотания пациентов, которые были в отделении реанимации, у которых развилась постэксурупционная дисфагия. Ну, очень много работ посвященных дисфагии вышло из клиники, руководимой профессором Белкиным. Вот у них достаточно большой опыт, они работают очень много с пациентами после острого нарушения мозгового кровообращения или с патологией центральной нервной системы, поэтому у них разработан такой мультидисциплинарный подход, когда дисфагию диагностируют, соответственно, лечат, формируют индивидуальные программы питания. Это способ питания, текстура, это объем, собственно говоря, и регламент этого приема пищи. На самом деле процесс приема пищи достаточно индивидуален, и, как мы говорим, должны быть какие-то стереотипы. Иногда пациент готов есть только в присутствии родственников, иногда он может есть только один. Поэтому, конечно, здесь нужно учитывать его индивидуальные особенности. И вот здесь, конечно, анаститологам, реаниматологам нужны соратники в виде специалистов, которые занимаются вот этой дисфагией. Это и лорд-доктор, и, соответственно, это врач-логопед и врач-реабилитолог. Потому что, наверное, одного специалиста, который обрешил проблему дисфагии, не существует. Ну, мы помним о том, что в основе питания при дисфагии лежит положение о снижении вероятности аспирации при приеме пищи с повышенной вязкостью. И, собственно говоря, для этого и созданы специализированные продукты. Вот одним из этих продуктов является так называемая смесь мутилиосклеар. Это специализированный пищевой продукт, который добавляется в пищу, сам он энергетической ценности не несет. Он выпускает в специальном упаковке, вот такой в виде банки, консервную, консервную, 175 грамм. Эта вот смесь разработана, в общем-то, специально для больных с дисфагией. Сразу говорю, что она имеет определенный состав. Это, прежде всего, ксантановую и гуаровую камеди. Они предназначены для быстрого загущения напитков и пищи. Что очень важно? Очень важно то, что вот эти камеди, они не меняют нормальный внешний вид пищи и, собственно говоря, жидкости. Это, ну, является необходимым условием. Почему? По той простой причине, что пациенты к моменту начала лечения, к моменту диагностики, они уже очень раздражены. Их раздражает все, включая, как бы сказать, и вид пищи. И поэтому, если мы будем давать им пищу, которую они раньше не видели, или какой-то новой, я же не знаю, модификации виды, то они, скорее всего, откажутся принимать. А вот такой состав позволяет, по сути дела, не менять, не менять вид пищи. И вот эти камеди, они устойчивы к камелазе слюны. И, собственно говоря, после того, как пища попадает в рот, пациент способен ее проглотить. И, собственно говоря, вот нужно только подобрать ту текстуру, которая подходит для данной тяжести дисфагии. Соответственно, с одной стороны снижается риск аспирации, а с другой стороны, вот эта модифицированная, измененная пища позволяет обеспечить пищевые потребности пациента. Ну, соответственно, здесь существует несколько вариантов загущения. Все зависит от того, какое количество продукта, ну, тюлю и скляра мы добавим. И, соответственно, если мы добавляем больше продуктов, то, соответственно, у нас будет и большая вязкость. Поэтому мы проводим вначале диагностические какие-то тесты и подбираем более подходящую состав, консистенцию пищи. Ну, вот здесь приведены, как бы сказать, еще рекомендации о том, как подобрать нужное количество нотилюсклеаров. Есть еще один продукт, который представлен на российском рынке, это нотилюспаудер. Это тоже специализированный продукт. И здесь уже присутствуют три вида камедий. Это гуаровая камедь, ксантоновая камедь и, соответственно, камедь тары. Значит, кроме того, содержится мальтодекстрин. Опять же, этот продукт разработан для сохранения, в общем-то, однородной текстуры напитка или продукта питания. И, соответственно, пациенту подбирается та или иная консистенция. Очень важно, что вот этот камедь тары, она представляет собой, в общем-то, пищевые волокна, которые уже растворяются только в толстом кишечнике, они удерживают воду, ну и препятствуют развитию дегидратации у того или иного пациента. Соответственно, существует возможность оценить степень вязкости. Ну, в практической деятельности мы обычно этим не занимаемся, но, тем не менее, есть какое-то соотношение между требуемой вязкостью и тем количеством специального продукта, который мы добавляем в пищу. И, соответственно, мы можем уже прогнозировать, какая консистенция нам нужна. Вот мы видим здесь, как бы сказать, алгоритм. Мы можем использовать как ноутеус-клеар, так и ноутеус-паудер. У них различия не очень большие, но, тем не менее, ноутеус-клеар мы, как правило, используем при коротковременном курсе, а, соответственно, ноутеус-паудер уже при более длительной реабилитации пациентов. Имеет ли это клиническое значение, экономическое? Да, безусловно, имеет и клиническое, и экономическое значение. Вот работа наших польских коллег. Они проявили экономическое моделирование. Было показано, что назначение ноутеус-клеара больным с дисфагией после острого нарушения мозгового кровообращения приводило к снижению стоимости лечения за счет уменьшения числа аспирационных пневмоний. То есть, опять мы видим, что включение специализированных продуктов нутритивную поддержку больных с дисфагией сопровождается уменьшением количества осложнений, и за счет этого снижается стоимость лечения наших пациентов. Вот еще одна работа, которая была опубликована буквально недавно, она была опубликована с осенью 2022 года. В этом, в этой работе авторы обследовали 272 пациента с постосфункционной дисфагией, которую диагностировали при нахождении на искусственной вентиляции легких более 48 часов. Они изучили влияние терапии с участием логопеда на восстановление глотания, развитие аспирационной пневмонии и показателей летальности. То есть, это лишний раз подчеркивает важность мультидисциплинарного подхода, что один анестезиолог-ранематолог не справится с лечением этих больных в силу своей занятости, в силу, ну, может быть, как бы сказать, направленности мышления на другие составляющие больного в критическом состоянии. Что мы видим? Задержка с началом терапии при участии логопеда более чем на 24 часа после экстубации трахеи ассоциировалась с формированием стойкой дисфагии на момент выписки, увеличением числа случаев аспирационной пневмонии и летальных исходов. То есть, здесь речь шла не о том, что будем мы проводить терапию с участием логопеда или нет, а речь шла просто о задержке, что мы логопеда пригласили чуть позже, чем надо. И вот уже это личный раз доказывает, что нам нужно формировать мультидисциплинарные команды, нам нужно вовремя проводить скрининги с фагией и вовремя начинать лечить этих пациентов. Соответственно, не всегда модифицированная пища работает. Соответственно, если у нас не получается что-то, у нас всегда в запасе есть зондовое питание, у нас есть парентеральное питание, как центральное, так и периферическое, ну и, возможно, наложение гастростома, когда развивается стойкая дисфагия, мы не можем с ней справиться. Ну и в заключение мне хочется резюмировать все вышесказанное. Прежде всего, постакступационная дисфагия это часто встречающее состояние у больных реанимационного профиля. Проблема постакступационной дисфагии недооценена. Скрининг и лечение постакступационной дисфагии позволяет улучшить результаты лечения реанимационных больных. Снижение числа осложнений показателей летальности, связанных с постакступационной дисфагией, можно достичь только при мультидисциплинарном подходе к проблеме, о которой мы с вами говорили. Безусловно, вот сейчас у нас в одной из клиник есть такая пациентка, у которой действительно развелась дисфагия после перенесенного критического состояния на фоне разлетого гнойного перитонита. И вот здесь нам приходилось последовательно использовать различные подходы к ведению этой дисфагии постакступационной. На самом деле, мне кажется, что оставлять решение этой проблемы только на врача-анестезиолога-аниматолога не стоит. Безусловно, нужно в том числе администрациям лечебных учреждений добиваться того, чтобы у врача-анестезиолога-аниматолога была возможность пригласить, естественно, когда возникает потребность, как врача лора, так и врача логопеда. Даже если врача логопеда нет в штате этого лечебного учреждения, нужно, видимо, оформлять какие-то договорные отношения, чтобы этот консультант приезжал и, собственно говоря, участвовал в лечении наиболее тяжелых пациентов. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание.